добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем изучение недельной главы торы шафтим судьи и сегодня у нас есть такой вопрос всевышний говорит когда вы выйдете против врагов ваших на войну и не надо бояться раз всевышний нам говорит идти на войну мы не должны бояться после будет сердце робким вас чтобы вы не видели какие бы вас вещи не удивляли не пугали ничего не бойтесь и перед тем как идти на сражение коим священник говорит тот кто построил новый дом и не обновил него еще в нем не пожил пусть возвратится и живет в доме пока время не пройдет год или сколько там положено а тот кто насадил виноградник и тоже плоды еще его не попробовал тоже должен пока не кида войну пока виноградник и даст плоды и человек который женился тоже он должен год увеселять свою жену и не можете на войну чтобы другой взял и последний он говорит тот кто робот к сердцем тоже пусть выйдет и не идет на войну после того как он это все объяснил теперь команда выйти из строя люди выходят никто не знает по какой причине они выходят чтобы ни в коем случае не опозорить кого-то из людей которые боятся идти на войну потому что эти люди которые боятся наоборот вселять страх других людей в общем они на войне и нужны они будут лучше помогать в приобозе будут они будут выполнять другие обязанности на войну пусть не идут и если мы так поступаем то всевышний нам гарантирует победу конечно лучше тот вариант который мы знаем когда мы стоим у моря у красного когда всевышний сказал пройти через море там всевышний говорит стойте и молчите ваш бог сам сегодня сражается за вас то есть вы учите тору и молитесь я сам сражаюсь с вашими врагами если мы принимаем такое условие тогда воевать нам не надо ни оружия ничего не надо тогда все всевышний сам за нас воюет а если конечно мы не согласны так жить мы считаем что надо жить по другому то будем воевать и войны могут быть тяжелые чем мы меньше верим во всевышнего тем тяжелее и войны будем и проигрывать тоже если будем себя плохо вести то есть это не самый лучший вариант но главное конечно подчиниться всевышнему и выполнять то что он говорит потому что мы знаем много примеров такие мы помним как ешафан царь величайший он видит перед ним войско невероятно у него маленькое войско а тут вышли на три народа омон маав и исав и амалек самая сильная часть исава прохнили армию я ничего не могу сделать как как я с таким полчищем могу воевать это все свежая это не твоя война а моя праведный царь говорит твое дело собрать все это воевать не надо всевышний сделал так что цены омона и маава набросили сначала на исава перебили его потом между собой не расстоялись перерезали друг друга и только за шафату всевышний сказал собирайте али трофеи после войны есть и такие чудеса но для этого надо быть праведниками чтобы всевышний такие нам сделать чудеса теперь смотрим заповедь о телесе с проломленной шеи мы знаем что перед тем как йосиф пропал перед тем как он пропал на 22 года яков с йосифом учил аллаху отделиться с проломленной шеи что это за аллаха человек вышел из города и его убили измерили расстояние до ближайшего города откуда он вышел и отвечать перед всевышним должны старейшины города из которого он вышел написано что нужно взять телицу на которой не работали на которой ярмань не надевали молодую телицу и привести в долину скалистую которая не обрабатывается не засевается и проломить ей затылок резаком говорят наши мудрецы потом после этого старейшину этого города ближайшего к месту где человека убили должны омыть руки над этой телицей и сказать что рука наша не прилагала к этому такого участия мы не виновны в этом убийстве и так снимается их игре ну какой у них грех чем они виноваты неужели старейшины прошли убили человека но наши мудрецы говорят дело в том что когда человек выходит его нужно провожать ему надо обеспечить защиту его нужно всячески обезопасить приложить все для того усилия чтобы он не попал какую-то беду потому что мы живем в своем месте мы знаем что может быть если пойдем в это расстояние какое время дня и ночи то есть сречно были приложить все усилия для того чтобы это запах гостеприимства выполнялась и поэтому они должны покляться что не нажили руки на этого человека и на сегодня это тоже действует то есть мы не можем человека не проводить если к нам человек пришел в гости мы его должны проводить до безопасного места или вызвать ему такси или что бы ни было создать все условия чтобы человек безопасно ушел это очень важная заповедь даже если мы живем в совершенно безопасном месте и нечего человеку бояться он идет свободно ничего страшного все равно мы должны как минимум пройти четыре локтя то есть пару метров пройти с ним от дома и тогда он может идти вот так то есть заповедь очень очень большая проводить человека и если мы так будем поступать то всевышний будет нас охранять это заповедь очень важная она у нас стоит последняя в сегодняшней главе шафтин а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души моего папы яков беннаху моего дяди Владимира бен Григорий моего брата Павел бен Ефим Самуил бен Герш Хая Малка бот Йосиф Мира бот Аврагам Роза бот Михаэль памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель за здоровье Светлана бот Клара Шимон бен Ицхак Борис бен Мария Анна бот Ривка Полина Перв бот Соня Сура Лена бот Клара Женя бот Ида Анна бот Елена Евгений бен София Двойра бот Мирия Моисей бен Ева Ирина бот Войра Йосиф бен Раиса Инесса бот Маиль Евгений бен Берта Евгений бот Ита Фира бот Анна Геннадий бен Лена Леор бен Клара Мазл Парнасас Гула Ирина бот Ри Аронари бен Рид Еще за здоровье Ольга бот Светлана Йосиф Дан бен Цара Таня бот Фрида Ида бот Рива Вадим бен Татьяна Юлия бот Белла За хороший дух Аронари бен Двойра Денис бен Ахум Абигаль бот Сара Проносай бриют Ладир бен Рая Марина бот Рая Борис бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем все самого лучшего Желаю всем крепчайшего здоровья Всем шаббат шалом До следующих встреч Надеюсь у нас состоится в понедельник В Йобришон состоится в 15.30 Еще раз шаббат шалом До встречи